Всем привет! Есть насос дренажный на такой DSP250. Не знаю, что это значит. Отработал он у меня лет 6, то есть стоял в дренажной яме, в канализационной, и перекачивал с одной ямы в другую. Я считаю, что это нормально. Я только на машинах, которых бы я вызывал, сэкономил уже несколько стоимостей этих насосов. Ну что теперь, включаю насос в розетку. Он будит, шумит, не дымит, не греется, но не крутит. Ну что, настало время ему что-то сделать. Сейчас вот попытаюсь разобрать его. Это переходник на шланг на 15 мм. Так, снял. Теперь попробую подобраться к крыльчатке. Тут интересные такие болтики, надо сказать. Здесь вот отвертка плюсовая, а здесь вот отвертки под три лепестка. Вот смотрите, что происходит. Поднимаю поплавок, но здесь на улице как бы запустился. А вообще запускается очень тяжело, когда в воде находится. Я думаю, там подрожжевели подшипники. Может быть, сальник придется поменять. Не знаю, хочется разобрать мне его. Смотрел, смотрел я, как мне крыльчатку открутить, так и не понял. То есть, я так понял, вовнутрь нужно шестигранник, такой полый, чтобы удерживать крыльчатку. И где-то что-то крутить. Но вот отвертки здесь я не вижу. Или, может, я не доковырялся. Видео в интернете смотрю, ничего подобного нет. Ну, что, постараюсь снять вот этот кожух. Вот этот кожух. Вот, тут четыре болта трехлепестковых. Интересные отвертки. Не знаю, у меня где-то должны такие быть. Именно трехлепестковые. Попробую их сейчас открутить. Собрал конструкцию. Ее начинаю откручивать. Ну, вроде идет нормально. Сейчас помогу себе шуруповертом, чтобы побыстрее крутилось. Так. Не закручусь. О, какие длинные болты. Болтики. Сейчас откручу все, включусь. Открутились легко. Так. Маленько прибраться тут. Ну, и попробую располовинить. Вот так вот. Вот видите, кожух снял. Вот он, сам мотор. Вот эта крыльчатка. Как еще снимать буду, не знаю. Тут на крыльчатке, если видно, намоталась всякая параша. Вот. Ну, посмотрим сейчас. Видео там, где я увидел, что смог увидеть. Вот по этому мотору бьют кияночкой резиновой. И он постепенно, постепенно оттуда вываливается. Сейчас посмотрим. Как открутить крыльчатку. Вот здесь вот, на валу, есть две проточки, которые вот здесь. Я думаю, на камеру будет не очень видно. Вот одна проточка. Как правильно выкатывается? Вот одна. И снизу еще одна. Подходит ключ на 10. А сюда шестигранник на 14. Вот. Ключ на 10 я... Так вот велосипедный у меня ключ. Раз. Вставляем. А сюда на 14. Сейчас попробуем крутить. Если не получится, придется расковыривать. Что-то... Что-то не очень. Пластик выдерживает не очень. Да, потому что у меня шестигранник на 13. Он просто... Сейчас сорвет грани у меня здесь. Или не сорвет. Ладно. ВД-шкой побрызгал. Пусть маленько отойдет. Потому что крутиться ни в какую не хочет. Вот. Попробуем так подождать немного. Так. Подождал немного. Опять попробовал шестигранником. Ни черта не получается. И вот пробую от руки теперь. Ну, надо сказать, идет. Держу велосипедным ключом. А саму крыльчатку кручу рукой. Там, видимо, на самом болту ржавчина. Сейчас мне придется назад закрутить. А там немножко продуть. Немножко разработал. Вот она идет. Крыльчатка. Легко снялась рукой. Там внутри... Внутри гайка металлическая вот этой крыльчатки. Здесь вот шайбочка упала. Так. Вот он крутится. Теперь мне надо... Теперь мне надо выбить вот эту штуку. Ну вот. Вот так вот... Вот такими ударами... Сдвинул все-таки я с места. Вот она. Вот она. Что у нас тут? Ну, какая-то сырость есть. Конечно, небольшинкая. Но есть. Вот. Как меня на видео учили. Только он там кияночкой бил. Но я тут долбил-долбил этой киянкой. Ни черта у меня что-то не получилось. Снимаем вот эту уплотнительную резинку. Правда идет, смотрите, как легко. Вот. Еще. Вот так. Смотрите, внутри какой... Можно сказать... Сухой. Это вот все на лаке. Это не то, что там задралось. Там внутри сальники. Так, вот так вот. Видно, не видно? Покажем, попробуем. Вот так вот внутри. Все чистенько, аккуратненько. Ну что, наша задача сменить... Сменить сальники, почистить все вот это место. Я думаю, она тормозится вот из-за этого места. А больше нечего. И не может разгоняться. Раздвигатель целый. Все целое. Подшипник, я вам скажу, идеальный. Название подшипника... CXSH. На другой стороне 6201Z. Так вот. Это я специально говорю на камеру, чтобы потом запомнить. Сейчас я его менять не буду. Конечно же. Этот сальник, который самый наружный, постараюсь я его сейчас... Он достаточно мягкий, пружинка на месте. Постараюсь я его просто сейчас очистить и поставить все на место. Отчищу уплотнительную резинку тоже. От гадости от всей. Чтобы туда вода не проникала. Так, а здесь все-таки у нас стоит три сальника. Вот они, три дорожки. То есть, там внутри, в корпусе, находятся три сальника. Я их попробовал, они более-менее мягкие. Вот. Поэтому трогать я их не буду. Сейчас еще вот здесь вот поковыряю, вот эту дрянь поочищаю. Ну и, наверное, соберу на место. Смажу там силиконом или чем вот эти вот места. Вот они. Немножко посмажу, чтобы они по валу легче бегали. И оставлю все как есть. Помало почистил. Сальники здесь смазал смазкой. Смазкой смазал вал, чтобы он легче заходил. Ну и что, я теперь собираю. Собираю, собираю. Вот так вот. Так вот. Нарезать. Все, здесь встало. Сейчас попробуем включить. Держу. Что-то не очень вращается. Не хватает силы. Почему он у меня включался, выключался. Я смотрю, внутренности вроде неплохие. Ну то есть сальники мягкие. Воды туда минимум. Ну практически ничего там не было. Может какой-то конденсат. Оказывается вот здесь вот, где входят вот эти два провода. Вот это провод от подплавка. Он, кстати говоря, очень мягкий. А вот это провод, ну, которым я подключаю его к розетке. И вот в этом месте начинаешь двигать. Вот в этом месте вот. Ну, начинает включаться. То есть, другими словами, мне нужно выдернуть вот этот провод оттуда как-то. Вот вот три самореза. Выдернуть и дальше его туда вставить. И здесь опять все заизолировать. Пробую исправить эту неисправность. Отворачиваю. Здесь вот есть три самореза. Где они тут сломаны? Непонятно. Попробовать надо вот отсюда утопить. Я вот выдернул, но сама резинка, сама резинка осталась на месте. И здесь у меня получилось, видите, рвано. Не знаю, как оно отразится. Попробую сейчас ее вытащить. Тоже не знаю, как буду вытаскивать. Но попробую. Ну, что я вам могу сказать. Сам провод переломился вот в этом месте. Вот в этом вот. Здесь придется резать, как на видео. Вот так вот раз. Обрезаем. А вот такую штучку где-то искать или что-то выдумывать. Сейчас попробуем. О, отвертка пролезла. А резинка не с места. Представляете? Вот это сделали. Вот это сделали китайцы. Так, вот она резиночка. Видите? Вот такая вот. Вот она. Как раз она вот так вот стояла. Вот так вот. И в этом месте ломалась. Сейчас мы ее обрежем. Мы ее обрежем. Вот они вот здесь вот. Вот они, изломчики. Так, значит, наконец-то я продел провод. Мне пришлось его обрезать. Вот здесь я показывал. Вот продел я в эту штуку. Вот. Она у меня разорванная оказалась. Ну, сейчас я соединяю вот один провод, второй провод. И вот сейчас буду третий соединять. Это у меня термоусадочный кембрик. Сейчас вот покажу, как я его термоусаживать буду. Можно, конечно, было феном. Есть фен. неохота бежать. Как всегда. Вот так вот. Так. И здесь. Все, заизолировал. Я не знаю, наверное, массу вот эту. Изолировать не буду. Тут вроде бы все хорошо устроено. Теперь мне нужно, теперь мне нужно поставить все туда на место, вовнутрь. Сюда, вовнутрь. Для этого провод вытянуть. Собирать, естественно, надо проверить, работает ли мотор. Вот этот вот поплавок, он должен быть вверх направлен. Вот смотрим. Все работает. Вот если посмотреть вот этот вал. Очищать его от сверху покрытой как бы ржавчины я не буду. Почему? А потому что ну, она какой-то слой, такой достаточно жесткий слой уже образовала. И возможно, благодаря ему вот он пролежал у меня, можно сказать, в выгребной яме в 6 лет и ничего с ним не случилось. Ни капли воды, ни туда, ни капли грязной воды не попало. Поэтому так и оставлю. все потихоньку буду собирать. Вот видите, вот это вот прижимная планка, которую я прикрутил шуруповертом, вот так вот. Сейчас я откручу для видео специально. вот так прикручиваю. Ах ты! Неудобно снимать и делать. Можно камеру разбить. Вот. вот еще один саморез прикручиваю. Так вот, что я хотел сказать. Вот эта прижимная планка, она входит вот в один, как правильно его сказать, в одну направляющую и вот вторая направляющая. Из этих направляющих выходят провода. А там специальные такие клинышки, которые, когда мы туда сжимаем, туда вдавливаем планку, они сжимают резиновый уплотнитель, сальник. Вот. Вот они, сальники. Вот это вот уплотнитель еще пока целый, а вот этот уплотнитель, это я когда разбирал и вытащить не мог, пришлось мне его порвать. Так вот, он там, он там, внутри, внутри вот этого корпуса, корпуса насоса, он полностью обжимает настолько вот этот провод, что туда не может проникнуть вода. А здесь я еще сейчас обмажу герметиком белым, вот этим вот, и очередной раз заклею. Теперь надо на место вставить вот эту вот штучку, мотор от насоса. Так, это как-то, это не придется. Таким способом. Сначала, сначала, сам мотор. Так, вставляем. Так, даже я. Посмотрел, видео, трюси. Так, не стану прямо. Вот так у меня получается. Еще и резинку не вставил. Вот видите, как я уже говорил, почистил, сейчас буду ее вставить на место. То есть, герметик я решил не использовать, а все сделать, как и было. Почему так? Ну, она же не пропускала, не пропускала. Зачем я туда напихаю герметиков? Вдруг придется разбирать. Я потом ее разберу. Фигас 2. Потому что она так запакуется. А так у меня еще есть шанс раз разобрать. Хотя, я думаю, ах ты, неправильно пошел. Что, если он проработает еще хотя бы два года, два, он проржавеет, разбирать его не придется. Смазал я вот здесь немножко ВДшкой. Думаю, это не помешает. А то плохо кольцо садилось. Да, хочу вам сказать, что если ничем не смазывать вот здесь вот резиночку, то уложить ее правильно будет очень проблематично. теперь перед установкой нужно вот этот кожух маленько изнутри здесь почистить. Здесь вот маленько почистить. Перед тем, как одевать кожух, я должен надеть на место крыльчатку. Крыльчатка одета. Как говорится, после каждого этапа проверяем, поднимаем вот этот поплавок. все работает. Продолжаем сборку. Здесь вот часть должна туда сесть и поджать вот эту вот резиночку. Так что я думаю, правильно сделав, что я не положил герметик, все четко должно зайти. Собрал я кожух и осталось вот еще крышку, нижнюю крышку одеть. Ну и как всегда проверяем на работоспособность. Все четко работает. Все, будем надевать крышку. Нижняя одета. И как всегда проверяем. Все четко работает. Чистенько, нормально. Ну и в принципе все. Единственное осталось с той стороны бы еще подклеить герметиком. Сейчас покажу. Вот в этом месте надо будет опустить и подклеить, немножко замотать изоленты. Хотя я думаю пропускать она все равно не будет, потому что там очень хорошо зажато. Все, дренажный насос собран. Вот это место конечно получилось немножко коряво. Я для этого здесь завязал изолентой, но зато я сэкономил деньги, как всегда деньги и время, потому что я не знаю найду ли я этот переходник, вот такую же резинку, чтобы вставить ее сюда. А в колодце, я думаю, этому насосу без разницы какого тут цвета и красоты. так так все работает, все крутится, осталось только установить, подождать, когда все высохнет, я сверху еще герметиком промазал, на всякий случай, осталось дождаться, когда высохнет, ну и устанавливать. Все, всем пока, делайте насосы дренажные, разбирайте, DSP 250 название, 5 метров кубических час, 250 ватт, 230 вольт. Все, всем пока. Пока.